О необходимости повышения тарифов на платных дорогах в 2-3 раза. Вы с этим согласны? Полностью согласен. Сегодня вы видите, с каждым днём, с каждым часом инфляция нас поедает. Вы представляете, сейчас зимняя солярка сколько стоит? Почти полмиллиона тонн солярки. А сколько техники работает на этой солярке? И у нас заложены они в бюджете совсем по другой цене. Сегодня бензин стал дешевле солярки в 2 раза. Поэтому расценки, которые сегодня в дорожной отрасли, их надо менять. Тарифы, нормативы надо менять. Мы живём ещё с прежними ценами 2013-2014 годов. Сегодня содержание дорог в других странах, даже в постсоветском пространстве, в 4 раза выше, чем у нас. А в Европе тем более. Если у нас один километр дороги 1200 стоит, то в Польше она 100 стоит. Доллар. Да, 100. Намного дороже. Поэтому и содержать, и строить, и ремонтировать нужны большие ассигнования. На ремонт дорог и на содержание, вот Талат Назамбевич говорил, 30-40 миллиардов получаем, а положено где-то 70 миллиардов. То есть максимум мы 60% имеем от тех средств, которые нужны для содержания и ремонта дорог. Ну вот в подтверждение Ваших слов, Баглан Мирза, давайте продемонстрируем нашим телезрителям графику. Международная практика взимания платы на платных участках дорог. Плюс ко всему посмотрим, на каком месте находится Казахстан по качеству дорог. Информацию даёт Всемирный экономический форум. Это открытые данные. Итак, из 140 стран мы на 93-м месте, что очень плохо. Итак, средние сборы за проезд. Швейцария около 12 тысяч тенге. Австрия больше 7 тысяч тенге. Китай чуть больше трёх. Штаты около 2,5. Нидерланды около 2 тысяч. Германия 1700, если в пересчёте на тенге. Арабские Эмираты 487 тенге. Это для легковых автомобилей усреднённая цифра. Но мы понимаем, что в Европе там, в принципе, и не такие большие расстояния. Тем не менее, цены много выше. Но что-то мне подсказывает, что там используется качественный материал для строительства дорог. А что у нас? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова